Китай развивает семейную медицину. Только в Шанхае 7 тысяч врачей общей практики обслуживают на дому около 10 миллионов пациентов, тех, кто приобрел специальный пакет услуг. Семейные доктора не только держат руку на пульсе общественного здоровья, но и снижают расходы на медицинское обслуживание. Арифметика здоровья в материале моих коллег. Медицинские услуги дешевле, период действия рецептов длиннее, количество визитов в центральные больницы сведено до минимума, плюс привычный доктор. Бонусы системы семейной медицины налицо. Мне выписывают лекарства раз в месяц. Поскольку ревматизм ограничивает меня в движении, ездить за препаратами приходится мужу. Обычно это у него занимало весь день. Сначала он добирался на пароме, а потом пересаживался на автобус. Мы можем продлить срок действия рецепта, выданного центральными госпиталями. Теперь она может получить лекарства в местной больнице всего в 20 минутах ходьбы от её дома. Система семейной медицины экономит мне до 3000 юаней в год. Наш доктор всегда в курсе состояния моего здоровья, когда необходимо взаимодействовать с больницами. Я буду регистрироваться в специализированной клинике, если его болезнь будет прогрессировать, потому что зарегистрированная через нашу сеть пациентов в приоритете. По официальным данным, к концу 2017 года система семейной медицины будет покрывать 85% городов КНР. Акцент на предоставлении услуг пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями. Эксперты констатируют, развитие системы семейной медицины в стране тормозит отсутствие квалифицированных врачей общей практики. В КНР универсальных докторов всего 6% от общего числа врачей. Для сравнения, в других странах эта цифра около 30%. По плану к 2020 году на каждые 10 тысяч жителей страны должно приходиться 2-3 семейных доктора. Чтобы достичь таких высот, пока не хватает 250 тысяч врачей общей практики. Но меры приняты. В Шанхае была создана первая система подготовки семейных врачей. В рамках проекта функционируют 90 центров обслуживания населения и 38 клинических учебных баз. Выпускники медицинских вузов 3 года будут работать там на позициях интернов, прежде чем приступят к самостоятельной независимой врачебной практике. Власти Шанхая взяли курс на модернизацию системы семейной медицины. Ставка на улучшение возможностей диагностики, усовершенствование методов лечения общих заболеваний и способов профилактики. Реформа станет частью национальной программы развития семейной медицины в КНР. Василиса Лукашевич, Виктория Слепцова, CGTN.